Добрый день, я Чарльз Хоскинсон, и я хотел бы поговорить с вами о будущем, а конкретно о вероятном децентрализованном будущем. Что ж, я математик, и мы математики любим строить всякие диаграммы Венна, мы любим строить модели. Так давайте разобьем весь мир надвое. Сравним часть, где есть банки и документы, и часть, где банков и документов нет. В зеленой группе примерно 4 миллиарда людей. Это Соединенные Штаты, Европейский Союз, а если взглянуть, например, на Китай, на Индию и Бразилию, то мы перемещаемся в мир без банков и документов. Это такие страны, как Судан и Афганистан. Ну и что? А то, что при анализе любой значимой статистики, от смертности до грамотности и качества жизни, обычно тем лучше, чем шире доступ к финансовым услугам и документации. Давайте разберем этот вопрос на примере. Возьмем двух людей, познакомимся с Джереми. Он любит хлопья. Ему около 30 лет, он родился в США. У него есть паспорт, водительские права, свидетельство о рождении. У него есть эти статы, он закончил университет. Не очень крутой, но все равно университет. У него приглядная карьера. У него есть дом, есть машина. Он похож на обычного человека в нашем кругу. Теперь посмотрим на его финансовую историю. Что ж, у него есть счет в банке. Он прежде брал кредиты, чтобы заплатить за дом и машину. У него есть несколько страховых полисов. То есть, если он собьет на машине человека, или у него сгорит дом, или он заболеет, у него есть средства покрыть расходы с помощью страховки. И он очень хороший сын. Он посылает деньги матери в Индиану каждый месяц. Джереми — классный мужик. У него сейчас несколько контрактов. Любые, сами придумайте. И он часто делает покупки на Амазоне и eBay. А вот второй человек — Ахмад Хан. Он немного другой. Он из другого круга. Хан родился в Афганистане. Ему где-то 44-45 лет. Мы точно не знаем. У него нет официальных документов. Хан знает несколько профессий, но очень трудно оценить его опыт. Кроме того, он живет на некадастровой земле. То есть, дом, в котором он живет, у него нет бумаг на то, что это его собственность. Скажем, он прожил там 20 лет, но бумаг все равно нет. Он ездит на велосипеде, и у него трудно проверяемая криминальная история. Чего стоит, например, Талибану сказать, что он преступник. Что ж, взглянем на его финансовую жизнь. Он живет при наличной экономике. Все в наличных. Все деньги у него на руках. Деньги он занимает у друзей, родных. Все его средства, разумеется, не застрахованы. Он получает деньги от брата в Индии и отдает за это по 15 центов с доллара комиссии за перевод. Все его договоренности устные, и у него нет доступа в интернет. Так обстоят дела почти у трех миллиардов людей по всему миру. Дела не сахар. Итак, на какие различия стоит обратить внимание? Что вынести из этого примера? Во-первых, Джереми пересылает деньги по очень низкой цене. Уходит пара дней, может, пара процентов от суммы. С другой стороны, Ахмат отдает 15%. Посмотрим на средние цифры. Мировой бизнес перевода денег генерирует 540 миллиардов долларов. 192 миллиона человек живут за границей и посылают деньги домой. Эта группа, в общем, пересылает примерно 400 миллиардов. Стоимость перевода этих денег составляет в среднем от 8,6 до 12%, по оценке Всемирного банка. Но комиссия бывает и гораздо выше в зависимости от страны проживания. Попробуйте, например, отправить деньги в Сирию. Посмотрим на Джереми. У него есть доступ к недорогим кредитам. Когда он берет заем, он может взять долгосрочный заем на 5, 10, 15 лет в зависимости от активов. И процентные ставки сравнительно разумные, скажем, от 5 до 10%. Так вот, даже будь у Ахмада Хана возможность и культурный мотив одалживать, мы посмотрим на мировые ставки микрофинансирования. Они составляют 35-40% по оценке СИГАП. Азербайджан на самом верху, Афганистан рядышком. И даже в Южной Америке ставка 35%. Это же кошмар. Если взять Джереми, то он может объективно заключать контракты, владеть активами и имуществом, например, землей. Если у него есть дом, то это его дом, у него договор, у него своя машина. Если он сядет в тюрьму на 5 лет, у него все равно есть активы. Они будут на месте, когда он выйдет. В то время как Ахмада нет ни в одной системе. Представим ситуацию. Представим, что вспыхнула война, и нужно бежать с насиженной земли. Ты возвращаешься через 5 лет, а на той же земле уже кто-то живет. Кто ее владелец? Ты или они? Как разрешить этот спор? Это реальная ситуация для 3 миллиардов человек. А вот денежное выражение этой реальности. Хернандо де Сотопалар, экономист из Перу и близкий друг Билла Клинтона, подсчитал, что порядка 10 триллионов долларов ресурсов закрыты из-за отсутствия документации. Это богатство, которое можно раскрыть, использовать, инвестировать. Люди могли бы расти экономически, но, к сожалению, не могут. И, наконец, очень важный момент, особенно на Бермудах. Джереми справляется с рисками с помощью страховки. А у Ахмада Хана средства защиты от рисков и катастроф очень ограничены. Если он заболеет или умрет, некому будет оплатить издержки. Это его реальные проблемы. Это проблемы, с которыми живут миллиарды человек по всему миру изо дня в день. Поэтому естественный вопрос — как их решить? Что же делать? Давайте что-то придумаем. По моему мнению, вот эта технология, этот биткоин, про который столько шума, сам по себе предлагает решения. У меня тут надпись «Криптовалюта» постепенно. Вот она, криптовалюта, да! Итак, я называю это преобразующий триумвират. Очень люблю римскую историю. В нем три элемента — блокчейны, децентрализованные системы транзакций и электронные контракты. Что это все такое? Давайте разберем. Поговорим сначала про блокчейны. По своей сути, блокчейн — это такая большая база данных. Чтобы хранить информацию о том, кому что принадлежит, эта база должна быть надежной, защищенной и распределенной. И оказалось, что у биткоина, наверное, лучшая распределенная база данных в мире. Уже чтобы просто существовать, ей пришлось решить очень сложную компьютерную задачу. И вот он ключ. Когда что-то попадает в блокчейн, например, биткоины, они будут там навсегда. Они не пропадут. Все до единой транзакции с момента создания биткоина. Они все там, с января 2009 года. То есть это идеальная база для реквизитов, договоров, прав на имущество и тому подобное. И она неуязвима к цензуре. Даже если это неудобные данные для правительства, неудобные данные для лица, их нельзя удалить из базы. Посмотрим на примеры подобных проектов. Namecoin — это проект, который стремится заменить собой систему DNS. Заходишь такой на Microsoft.com или Google.com и думаешь, как это все распределяется, где чье. Это система DNS организации ICANN. Это централизованная система со штабом в Америке, много других стран-участниц. А Namecoin предлагает собой убрать всех посредников. Это полностью децентрализованная сеть с новой системой DNS. Блоксайн позволяет заключать контракты, соглашения о неразглашении, да любые, проверять и подписывать их с помощью блокчейна биткоина по удивительно низкой цене. Меньше цента. Рассмотрим систему транзакций. Это для меня трогательная тема. Я запустил два проекта в пространстве биткоина. Оба финансировались по распределенной системе. Второй называется Ethereum. Один гениальный паренек по имени Виталик Бутерин в прошлом году написал статью с блестящей идеей. Ему было 19 лет. Я прочел ее и подумал, блин, надо ему помочь с этой идеей, потому что это гениально. Мы решили провести сбор средств. Опубликовали адрес и написали, посылайте транзакции. И за 42 дня и 9011 транзакций мы собрали 18 миллионов долларов. Комиссия за все транзакции суммарно составила 350 долларов, то есть 0,002%. Вот она магия. Молодой парень из Канады, который вылетел из колледжа, может написать статью, собрать команду с четырех континентов и всего за полтора месяца собрать больше 18 миллионов долларов на какой-то свой проект. И так может любой. Ограничивающих органов нет. Посмотрим на электронные контракты. Вот тут настоящая магия. Контракт — это договоренность о добровольном вступлении в законные отношения двух или более сторон, которые желают создать между собой одно или более правовых обязательств. И вот почему я не юрист. Я не люблю читать такие вещи. Что ж, электронный контракт говорит, это все, конечно, хорошо, но все же нужны третьи лица, чтобы проверять, обеспечивать, принуждать исполнение. А что если это сделать алгоритмически? Что если взять контракт и записать его каким-нибудь специальным языком программирования, пошаманить с ним и реализовать все в децентрализованной сети? Получится та же непреложность, защищенность от цензуры и надежность, что и с транзакциями. А идея-то не новая. Дэвид Чаум и Ник Забо первыми это придумали в 80-е и 90-е. А мальчишка-гений Виталик Бутерин и еще один мальчишка-гений, который работает на конкурента Ripple, придумали, как это реализовать в биткоине. Это проекты Эфириум и Кодиус. Для чего же это нужно? Возьмите любой централизованный сервис в сети. eBay, Dropbox, какие-нибудь биржи. Так вот, можно создать децентрализованный эквивалент. Можно даже организовать хостинг. Что ж, сейчас есть амазоновские EC2, есть Rekspace, платишь деньги, используешь их сервера. А возьмем Folding at Home, который свертывает белки, но вместо этого можно токенизировать хостинг веб-услуг. Люди будут оставлять свои ноутбуки и компьютеры работать и немножечко на этом зарабатывать. А совокупная сеть станет крупнейшим в мире сервером. Прикрутить децентрализованную систему ДНС и получится новый интернет. И все это возможно благодаря электронным контрактам. А теперь посмотрим на общую картину и вспомним, зачем это нужно. Мы болеем за Ахмада Хана. Какие у него проблемы? Ему нужна репутация, ему нужен кредит, ему нужен буфер для рисков, дешевые денежные переводы, и хорошо бы уметь доказать, что земля, на которой он живет, принадлежит ему. Особенно если придется бежать. Что ж, с блокчейнами у него будет постоянно открытая цифровая история без цензуры. Все, что он будет делать через блокчейн программы, останется в блокчейне без привязки к его правительству. Неважно, кто у власти, что в стране, какие политические капризы, все будет храниться там. Я это вижу и могу составить для него кредитный и рисковый анализ. Хорошо. Во-вторых, как и я, его брат сможет отправлять ему деньги гораздо дешевле, чем за цент. Вспомните рынок с комиссией в 540 миллиардов долларов, из которых 12 идет по средникам. Теперь это будет меньше цента, меньше одного процента, это же прекрасно. И, наконец, благодаря электронным контрактам можно начинать задумываться о микрофинансировании и микростраховании. Децентрализованные сети? Что это такое? Вспомните Кива, Лендинг Клаб, Грэммини Банк, и представьте, что они соединились воедино. И результат — это пир-то-пир проект, доступный всем. Он очень дешевый. И теперь вы или кто угодно может кликнуть на человека, отправить ему 100 долларов и даже получить компенсацию от этой сети в размере 90-95%. И все это благодаря репутации, системе перевода денег и программируемым финансам. Именно такой выигрыш. То же с микрострахованием. Можно взять кучу недавних инноваций для развивающихся стран и продавать страховку по 50 или 100 долларов. Это будет выгодно. И когда система уже работает, можно хорошо зарабатывать. Это перспективная новая сфера. Остается последняя проблема. И это главная загвоздка. Лишь у 40% мирового населения есть выход в сеть. Как будто маловато, но если вспомнить, сколько существует интернет, то это потрясающе. Насколько нас много. Как же нам провести интернет Ахмаду Хану? Так же, как можно создать децентрализованную кредитную сеть и децентрализованную страховую сеть, можно создать и децентрализованного провайдера. Можно взять такие технологии, как CJ и DNS, прибавить к ним старое железо, Wi-Fi роутеры и мобильные телефоны и капельку компьютерной магии, и человек сам может стать провайдером. Сможет майнить биткоины и продавать доступ в интернет местному населению. И есть ряд проектов, которые обходятся без полного выхода в интернет. Например, кенийская BitPesa хочет распространить биткоин-решения на мобильные телефоны. И это логично, потому что у них там есть цифровая валюта M-Pesa. Ну и наконец, BitNation — это самый амбициозный проект, занятый созданием мировой сети представителей, которые будут предлагать полный спектр услуг. Короче, сфера эта перспективная, работа еще не початый край. Но я точно знаю, что будущее будет децентрализованным, как и Тед. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ